Рассказ Виктора Драгунского Рассказ Виктора Драгунского Ребята, о чем эти пословицы? Правильно, о спорте. А сейчас проверим, как хорошо вы знаете различные виды спорта. Отгадайте загадки. Там сегодня будет жарко, несмотря что лед кругом. Две команды будут драться, и за шайбы все бегом. Хоккей Вот спортсмены на коньках, упражняются в прыжках, и сверкает лед из криста. Те спортсмены Фигуристы Мяч в кольце Команде Гол Мы играем Баскетбол По водным дорожкам плывут наши асы То бутерфляем, то кролем, то брасом Плавание Я уверена, вы легко справились с загадками. Ребята, а как вы думаете, каким образом выявляют сильнейших спортсменов и команды? Для этого проводят спортивные соревнования. Спортивные соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и команд пропаганды физической культуры и спорта. За свою победу спортсмены получают места. За первое место спортсменов награждают золотыми медалями. За второе место серебряными. За третье место медали из бронзы. На прошлом уроке мы с вами говорили о плавании. Вспомните, какой стиль плавания самый сложный и самый красивый. И чтобы освоить этот стиль, нужно иметь крепкие мышцы и большую физическую силу. Этот стиль плавания называется баттерфляй. Сегодня мы прочитаем произведение известного писателя Виктора Драгунского. Давайте вспомним, что мы знаем об этом писателе. Драгунский писал юмористические рассказы, песни, клоунады, сценки для эстрады и цирка. А знаете ли вы, что когда у Виктора Драгунского родился сын, Денис, и с ним начали случаться всякие смешные истории, Драгунский стал эти истории записывать, и получились Денискины рассказы. Это веселые, жизнерадостные рассказы о городских мальчишках, Дениски и его друзьях. Примером главного героя этого рассказа был сын Драгунского, а в образе папы легко узнать самого писателя. Мы прочитаем одну из историй, которая произошла с Дениской, а также будем учиться формулировать простые вопросы по тексту, используя памятку в учебнике на странице 44. Давайте ее рассмотрим. Приготовьтесь к чтению. Я буду читать, а вы внимательно слушайте и постарайтесь найти ключевые слова в тексте. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они веселые. И нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле батерфляй. И что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так, на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место, и сейчас скажу об этом папе. Какие ключевые слова в этом отрывке можно выбрать, чтобы понять, о чем идет речь в тексте? Бассейн. Хорошее настроение. Третье место. Все люди должны уметь плавать. Придумайте вопросы по содержанию отрывка, используя ключевые слова. С каким настроением шел мальчик домой из бассейна? Отчего особенно было хорошее настроение? Что говорил папа о плавании? Читаем дальше. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила. Ты что так сияешь? Я сказал. А у нас сегодня было соревнование. Папа сказал. Это какое же? Заплыв на 25 метров в стиле батерфляй. Папа сказал. Ну и как? Третье место. Сказал я. Папа прямо весь расцвел. Ну да, сказал он. Вот здорово. Он отложил в сторону газету. Молочина. Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. Найдем ключевые слова. Папа. Вот здорово. Соревнование. Молочина. Придумайте вопросы по содержанию этого отрывка. Какое было соревнование? Как отреагировал папа на новость сына? Продолжим чтение. А кто же первое занял? Спросил папа. Я ответил. Первое место папа занял Вовка. Он уже давно умеет плавать. Ему это не трудно было. Ай да Вовка! Сказал папа. Так, а кто же занял второе место? А второе, сказал я, занял рыженький один мальчишка. Не знаю, как его зовут. На лягушонка похож, особенно в воде. А ты, значит, вышел на третье. Папа улыбнулся. И мне это было очень приятно. Ну что ж, сказал он. Все-таки что ни говори. А третье место тоже призовое. Бронзовая медаль. Ну а кто же на четвертом остался? Не помнишь? Найдите ключевые слова в этом отрывке. Первое место. Второе место. Третье место. Составьте вопрос по ключевым словам. Кто занял первое место? Кто занял второе место? Кто занял третье место? А как вы думаете, кто же занял четвертое место? Давайте послушаем продолжение рассказа. Я сказал, четвертое место никто не занял, папа. Он очень удивился. Это как же? Я сказал, мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка. Все-все. Вовка первое. Рыжий лягушонок второе. А мы остальные 18 человек, мы заняли третье. Так инструктор сказал. Папа сказал. Ах, вот оно что. Все понятно. И он снова уткнулся в газеты. А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. Как вы понимаете выражение? И он снова уткнулся в газеты. Продолжает читать газету. А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. Я загрустил. Почему инструктор не присудил никому четвертое место? Чтобы их поддержать, похвалить. Он же видел, как они старались. Сравните настроение мальчика в начале рассказа с настроением в конце истории. Мальчик считал, что он действительно заслужил третье место и хотел обрадовать своего папу. И настроение стало еще лучше, когда папа похвалил сына. Но когда папа узнал, что третье место заняли все остальные 18 человек, он огорчился. И хорошее настроение у героя совсем пропало. Что нужно сделать Денису, чтобы снова порадовать отца? Стремиться к победе. А для этого нужно приложить как можно больше усилий. Я надеюсь, вам понравился рассказ, и вы будете так же, как и герой истории, стараться радовать родителей своими успехами. Еще раз прочитайте рассказ и составьте свои вопросы по содержанию литературного произведения. Подведем итог урока. Мы прочитали рассказ Виктора Драгунского «Третье место» в стиле «Баттерфляй». Научились формулировать простые вопросы по содержанию литературного произведения. Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok